всем привет у нас сегодня суббота утро где-то 10 часов пасмурно конечно так обидно выходной день и погода такая вот таршливая недавно дождик был приехала со спортзала к китайскому магазину чтобы купить ой я забыла покрыла ли машина или нет пить какие-то фрукты в общем фрукты потому что потому что я не ем мясо и не ем убитых животных и они ем убитую рыбу и убитые всякие там креветки также не ем сыр молочку такую которая невкусная потому что я не могу избавиться от зависимости кофе с молоком и мороженое иногда подъедаю но это вот стало очень редко в общем почему я так решила об этом я думала давно еще до переезда сюда даже не думала что мы сюда приедем это было лет пять назад я думаю чего это мы столько едим мясо почему я езжу там периодически на рынок и покупаю килограмм пять мяса на котлеты на голубцы на супы с мясом и так далее на беточки потом расскажу куча всего какой-то желтый драгонфрут пять восемьдесят восемь за фунт черешня 599 за фунт и вот это вот фурма версия нам называются 599 за упаковку вот еще чудо чудное какие-то вот такие и они мягенькие кстати 999 а личи и не помню я брала такие и вот еще вот какое-то непонятное что-то 4 манго стин 4 в 1 108 манго вообще не похожи на манго похоже на баклажан какой-то круглый есть драгонфрут 99лб я уже как-то брала и мне в принципе понравилось когда я хочу такой огромный выбрать огромный вот этот нет вот этот возьму он такой интересный на вкус я хочу еще гуалу взять мне вчера ой что-то я так кинула все в эту дачку это черешня черешня сейчас 3,88 за фунт а вчера мне у гуавы наши соседи добавили какой-то напиток попробовать они с индии и собственно такой интересный напиток может вот эту взять идет гуава 6 ой 3,99 что цифры не дают в общем еще такую возьмем все вот это про вот это это вообще комедия я как-то купила у нас было не дорого стоил пакованчик я даже не знаю сколько она называется тут я не вижу название рамбутан рамбутан тоже мягкая внизу и тут прям какие-то веточки вот это такие интересные эти яхотки так вот это я уже тоже пробовала она называется пассион фрут 3,99 упаковка три штуки ну такой внутри какая-то чача но она так типа еле ссылаться ну чтоб сказать что в восторге от него то нет в общем вот это я купила взяла такая пришли домой Саша с Сашей встали мыть в руки вымывальники я подхожу и кидаю вот эти вот штуки они так испугались оба это вообще я так смеялась ну конечно получила потом но фокус конечно был интересный они такие интересные ну страшненькие в общем внутри они такие беленькие белопрозрачные и такие сладкие у нас по 2,99 за фунт вот эти вот шампиньоны мне нравятся они запеченные с картошкой да ага что еще тут куча манго 3,98 за 3 штуки я даже не знаю а вот кстати они спелые они их наверно вывалились они у них скоро сгниют а мне манго нравится в принципе так что в принципе можно взять 3 штучки дон дон и вот это вроде тоже нормальное они мягкие ну вот по ночью что-ли так а еще вот есть такая вот штуковина какой-то sugar apple 2,98 за фунт я не знаю что это такое она твердая я не знаю вообще как его употреблять что это за sugar apple как его есть продается фиги фреш фиги ящик 15 долларов но посмотрите он уже подзвевший моком покрылся вот вам не фига а вот маленькие мангочки 1,99 за фунт так яблоки первый раз я здесь увидела огурцы вот именно чтобы такого плана было пупырками потому что всегда какие-то непонятные в общем они вот доллар 39 за фунт но фунт это там меньше чем полкилограмма возьму чуть-чуть попробовать интересно все таки первый раз за два года огурцы такие баклажаны экплант называется 98 центов за фунт и посмотрите какие они бешено большие вот мой кулачок они реально огромные я возьму один баклажан хочу сделать на сковородке приготовить с луком с морковкой тут есть еще больше ё-моё он реально зависит наверное больше килограмма такой огромный наверное такой возьму или не надо такое прям дурнедо взять вот этот возьму поменьше еще тут продают вот такой фрес чип доллар 99 за лб это какая-то вот такая вот травма похоже кстати да чуть-чуть как чеснок лук пахнет спагетти сквоз но я бы назвала это тыква не знаю горбот тыква имбирь тут едят как мы картошку не знаю какого можно так есть так что здесь а это стручки ой боже это то что никто никогда не ел это стручки чеснока штук да вот гарлик милы ничего себе стручки чеснока продают видите а это что он даже уже зацвело тоже какой-то бурьян гайлан милы не знаю еще очень много вот такой травы продают но я если честно мы как-то купили и не знали как ее готовить называется вот так вот не выговоришь и она вот бывает разная и они ее едят много собственно походу они едят весь бурьян который растет у нас на огородах видите ю чой мио я не знаю как его готовить помидоры возьму дор 29 за лб интересно вот так вот связочки но что-то мне кажется что здесь очень много продают всяких овощей просто бывают так напиханных этим самым какими-то нектратами что потом бывает живот побаливает вот этой еды вот надо бананы взять такие наклеилишь наклейку да бананы 69 за лб собственно не дешево но и не сильно так но подмрачительно дорого так что я еще хотела здесь сок а даже тут грибы я те взяла вот это я не знаю что это такое какой-то пожмаканный кабачок что ли биттер мелан мелан это вообще-то это дыня биттер горькая горькая дыня а как же может быть эта дыня и зачем она нужна горькая в общем не беремся потому что мы не знаем что это груши разное количество разных григант пир какие-то маленькие такие интересные в общем груши мы то знаем и вот это тоже груши но они невкусные какие-то там брали уже вот эти вот они как пластмассовые стеклянные непонятные азиан пирс карен еще мне нравится кукуруза и здесь она получается две упаковки за 5 долларов мне нравится и есть сырой или как мы были на кампе на костре вообще такой класс так вот это более такое знакомое тут тоже какая-то вот капуста но мы ее что-то не хотим есть она постоянно пропадает еще возьму так для запекания маленький букетик этой капусты брокколи что они какие-то по по ценам мне кажется так ё-моё ладно вот это что ли в общем брокколи доллар 99 за лб и есть а это тоже трава а где-то такая другая трава значит зеленый лук долларов 88 а еще тут продают вот такое вот алое я не знаю все новые едят похоже 1 доллар 99 а нашла вот такой вот чеснок чесноком пахнет такие стрички мне такое тоже нравится у меня есть такое в морозилке 2,88 и вот такое вот непонятно чайнис ям ям боже это такой корень что ли или похоже как на корень или этого не корень так его едят похоже как будто бы сахар там выделяется или что всякая еды такая интересная куча еще взяли на днях вот это вот и и она лежит сейчас в культе я не знаю как его готовить king спраут а есть bean спраут я не знаю как его есть а еще вот такое вот что-то есть непонятное lotus root а это форма лотоса и тоже как его делать тереть жарить спарить что с ним делать не знаю вот без названия потому что это bean спраут а вот тут вот какие-то как будто бы семена цветов не знаю что это само собой разумеется что здесь полно еще всякого другого обычного четыре на два это лимона лаймой пять штук на 1 доллар так чеснок 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 два две вот такие связочки на 3.50 еще тут полно всякой зелени тмин базилик мята собственно все что хочешь а что такое чеснат чеснат это каштаны что ли очень похоже как будто бы это каштаны но не какие-то чуть-чуть а нет мне кажется что это каштаны это всем известно это селеры а как же забыла как на русском в общем есть корешки такие а есть вот это вершки а вот что-то еще такое полугнилое еще и здесь местные деликатесы я подозреваю что это желтки эг эг йог в таком видоне а еще есть здесь вот такие вот яйца тухлые но я вообще яйца перестала есть не только тухлые ну вот я представляю какая вонь от этих яиц есть разной степени тухлые тухлые сны есть какой-то красной бумаги есть вот такое вот тухлые в черной а есть вообще с зеленым желтком собственно на любой вкус и цвет даже вот такие вот яйца и вот такие а кто-то знает что-то о рисе потому что есть вот такой рис есть они называют это red а есть вообще черный рис и в общем цены так это кукуруза цены вот такие и на черный рис у них 6,88 за пачку за 4 кг или лб надо посмотреть red какой-то рис красный 5,59 так причем что кукуруза стоит тоже не сильно так и дорого в отличие это 4 лб это меньше чем 2 кг и черный рис он самый здоровой из вот этих вот такой есть конечно обратно черный рис что с ним будут делать с этим черным рисом гармоническим черным рисом горит что-то может типа печь овощи и туда риса да оно еще подойдет этот рис что у него тут за состав пальцы монеты ничего нет фет чуть-чуть в общем а вот они пишут что 4 лб это 1 кг 800 г тут сразу и тапки продают кто что хочет а тут убитые животные разные их части и даже фарш но мы это есть не будем ну Саша едят но я нет еще какое-то интересное молоко йогурт это йогурт это йогурт это йогурт и это тоже какой-то йогурт А вот что заменить бы коррозию молоко этим, каким-то другим молоком? Я не знаю, как насчет вот этого вот алманд. Алманд. Или есть соя. Больше здесь вариантов нету, или то, или то, или же коровье. Так. Ладно, я уже тачку такую набрала всяких фруктов, овощей. Тут рыба и даже вот такие маленькие рыбки. А что это такое вот желтое? Джек-фрук, джек-фрук, это плодыль и замороженный джек-фрук. А вот такое вот как непонятное что-то. Руц, лотос, руц-лазь. А, это лотос. Ну, тут кукуруза замороженная и какие-то штуки. Я даже не могу прочитать. Янко какой-то, янко. Не знаю. И это какая-то мочалка, что ли? Непонятно. Собственно, куча всего непонятного. А, еще, смотрите, еще вот такое что-то в бутылках, прямо с точкой. Какие-то мясные сосиски, рыбы в таком виде они. Булки, четыре штуки за доллар, а вот это что? Местные голубцы. Вот такое. Собственно, наверное, я уже все купила, все, что хотела. Я очень раньше любила креветки, наверное, бы сейчас тоже ела, если бы не это веганство. Выхожу с магазина, расплатилась, вот с моим счастьем, дождик. А машина поставила далеко, сейчас буду мокнуть. Набрала, конечно, много пакетов, вот мое, но не такой уж большой чек. Писок 8,36. Так что, в принципе, ничего такого страшного нет. Если бы, конечно, мясо брала рыбу, то было бы намного дорог. Наверное, уже дома покажу, чтоб взяла. даже здесь ничего не видно, ничего не видно. Это черешня. Так вот, почему я перестала есть мясо? Потому что я еще там смотрела разных блогеров из Нью-Йорка и еще других. И, в общем, все что-то одно и то же говорят, что молочка, мясо – это вредные продукты, которые неестественные для организма нашего человеческого. И, собственно, что много болезней от употребления вот этих продуктов. И я решила как бы еще то, что негуманно по отношению к животным. И вот решила я испытать себя, насколько я смогу не есть мясо, хотя это очень было для меня сложно. Само мысль о том, что как это будет шашлык пахнуть так, а я его не буду есть, потому что это мясо убитого животного. А, господи, это вообще какой-то дурдом веселка. Ничего не это. Не сказать, не рассказать. Пойду, наверное, на дождь. Потому что здесь вообще шум такой. И, в общем, ну, потом. Я говорю с мамой по скайпу, и она мне говорит, что в общем, я не знаю, вот мы будем ехать на кемп, там будем делать шашлыки, а как же я, как же мясо. А она такая говорит, а вот мне сказали, что там барышня одна была в Индии, и когда на похоронах людей там сжигают, и они пахнут запах точно такой, как от шашлыка. Блин, это реально мне помогло. Собственно, я теперь, ну, вызвала такое отвращение, что просто ужас. ой, как не люблю дождь, чтоб мне пройти. Хотя он не сильный. Не такая уж и мокрая. Поставила ж машину вообще далеко. О, смотрите, с русским флагом. Только это ж китаец. Ё-моё! За рулём китаец, но он с русским флагом. Наверное, болеет за русскую команду. О, и так, приползла. Фух! Ой, как же! Так, тяжёлое всё. Тяжеленное. Вот мои покупки с магазина китайского. Я купила чуть-чуть вот этой брюссерской капусты. Я её как-то давно пробовала, и она мне была как будто бы горькая, то есть её запекала, по-моему. Ну, сейчас попробуем. Лаймы купила. Вот эти вот огурцы попробовать. Помидоры манго, пару яблок и вот эту вот огромную баклажанину, капуста брокколи, морковка, мята. Хочу сделать какой-то напиток с мяты, лайма и вот этого вот. Гуава, по-моему. Драгонфрут тоже уже пробовала, он понравился. Эти грибы, черешня, бананы и кукуруза. Собственно, и всё. И это мне обошлось в 58 долларов. Собственно, не так уж и много. Ну, всё. Так ты же говорила, что драгонфрут никакой. Да, но потом я подумала, что он хороший. Я решила ещё один взять попробовать. Чтоб распробовать? Да, чтоб распробовать. Говорят, что очень вкусный. Хотя... Так ты же сама пробовала. Ну, не противный. Так, всем хорошего настроения, удачи, пока. Вот смотрите, разрезала я эту драгонфрут. И он вот тут вот какой-то очень красный внутри. На вкус как буряк. И вот... Ты пробовал уже? Нет. Ты сказал. Но мне чем-то напоминает больше. И вот это гуава. Ну, такое интересное, непонятно. Вроде чем-то отдаёт, как земляника. Но вот эти вот косточки, они очень твёрдые. Драгонфрут. В прошлый раз я белый такой брала. А вот этот раз он получился красный. Хотя по внешнему виду одинаковый. В общем. Вот так. Вот такие вот фрукты. Но толькоPod. Вот так.